Ну он снял какие-то синие наручники, во-первых, с физического биоробота, и сам вот он как наполовину пустой вышел, тонкая копия. Мы всю копию сейчас собрали, еще где-то есть частицы. Нет, он весь здесь, просто он как загорожен, чем не видно. Так будем поднимать, да? Да. Очень на Джина похоже. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Кристопса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с этой тонкой копией поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте? Мы приветствуем Кристопса, интересуемся, готов ли он к диагностике и к проверке, доверить ли он нам в своем биополе на период сеанса. Готов проверить, пожалуйста. Итак, Вера, на нем стоит голограмма и наручники, да? У него есть, да, какая-то голограмма, причем она пояс, низ, как вот в кубе в каком-то, бесцветном. Скэнер просканирует эту голограмму, отключи ее полностью, выведи из биополя, как выходит, отправляется в клетку-тюрьму. Сила моего намерения, эти наручники переходят в клетку-тюрьму. Готово. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Кристопса под ногами, 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Кристопса, находит все. А здесь есть Джейн, а здесь есть гуманоид. Вот так вот. Джейн синий. Какой? 27-34. И гуманоид, да? Да. Откуда это гуманоид? Снимаются маски и голограммы сущности, предстоит согласно своему эфирному коду ДНК? Орион. Орион. Как долго ты находишься в этом биополе? 8 месяцев. Цель твоей подключки с твоей голограммой? Он ее вживляет. Это мне понятно. А дальше, какая цель твоей подключки вообще к ней? Причем она когда выглядела как куб, это несло ему определенное ограничение. Ограничивает он его, вживляет. Дальше отщепление биоматериала. А за душу ни слова не скажешь. Пока не нужна. Биоматериал важнее. Хорошо, обращаемся тогда к Джину. Джин синий. Сколько ты находишься в этом биополе? И что означают эти синие наручники в клетке тюрьмы? Подожди, этот гуманоид говорит, что на данном этапе биоробот двойник важнее, чем отщепление души. Потому что душу не каждый купит. За это ответственность большая. А биороботы везде нужны. А что, за биоматериал ответственности нет? Как рабочая сила. А за биоматериал ответственности нет за воровство? Биоматериал нарастает. Понятно. Ну хорошо. Но душа не восполняется. Душа плачет. Сереги, у тебя хорошее знание о душе. Причем у тебя самой ее и нет. Я изучаю. А зачем тебе из-за изучения? Что ты хочешь? Я работаю с человеческим биороботом. Одушевленным или нет. Хорошо. А как с межгалактическими законами оно сочетается как-то? Есть понятие? Правильные действия, неправильные действия? Что можно делать, что нельзя делать, что запрещено? Или ты считаешь... Это законы природы. Слабый, поглощен более сильным. Хорошо. И кто здесь слабый в этой ситуации? Мне сейчас интересно. Если ты вокруг себя посмотришь... Бывает и такое. Итак, Джин, возвращаемся к тебе. Сколько ты находишься в этом биопуле? И что означают твои синие наручники? Больше пяти месяцев, но меньше шести. Да. Наручники – это сделки, которые связывают его с моими энергиями. Мы сейчас говорим о деньгах, да? Мы говорим о бирже. Мы говорим о бирже. Хорошо. О компьютизировании. Оттуда управляется. И ты имеешь доступ к этой системе, безусловно, если ты смог к нему подключиться, или ты вошел на его интерес, или насильно... Я вошел с этой системы. Да ты что? Вот так далеко это уже развито все. Нет, это уже тебе нечего. Это то, на чем мы зарабатываем. Мы даем заработать вам. Только левые, или там еще космические есть? Нет, космические зарабатывают на эмоциях. А мы зарабатываем денежный эквивалент. Ты хочешь сказать, что все самые богатые люди мира имеют своего джина? Эмо, с которым они связаны. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы, возможно, я задам еще некоторые вопросы. В настоящий момент у меня вопросов нет. Да и команда тонкой копии Кристопса спроецировать. Все энергетические и сферические каналы к джину, гуманоиду и голограмме, и наручникам, да и команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Кристопсу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Скажи, Джин, а если следовать этой логике, так получается, все, кто работает на бирже, является, так сказать, имеет своего джина, опять-таки, да? Или все, кто интересуется какими-то определенными темами, именно в зарабатывании денег. Или что-то здесь другое. Какой фактор сыграл решающую роль, что ты вошел в его биополе? Вот к этому вопросу я ввел. Это что, любовь к деньгам? Нет, это сделки выигрышные, проигрышные. Где-то нужно делиться своей энергией, денежной, именно с нами. Так как мы находимся в этой системе. Но он пассивно с тобой сотрудничает. То есть у него нет никакого просьб к Джину. Джин, сделай мне так. Хорошо, вот это я хотел услышать. Он сотрудничает с системой. Пассивно. Активно. Активно сотрудничает, но не понимает. Владывает, изучает, выигрывает и проигрывает. Ведет туда других людей. Ничего не напоминает тебе? Напоминает. Скажи мне еще один вопрос. Хотел спросить насчет биткоин. Тебе знакомо такое слово? Знакомо. Это космические стоят за этим? Или это стоит ваша цивилизация? Ваш мир? Или вы оба? Просто, чтобы понять. Мы не мешаем друг другу. Как я уже сказал. Люди, теряя или выигрывая, делятся эмоциями, которые нужны на космическом. Нам же нужна золотая пыль богатства. Казино, например, да? Такого плана. Звон автоматов, звон монет. То же самое, биржа. Как так и есть. Если ты смотришь глубже, те же корни. Те же корни. Я бы не сказала, что ты называешь наши нижними, а их космическими. Мы все стоим за каким-то пределом, невидимым барьером. Каждый получает свой выигрыш. Своя часть. Понятно. Ну, я не хотел некорректно сказать нижние или космические. Хотя так и сказал. Как было бы правильно сказать, называя ваш мир? Я бы это называл тонкий мир, где каждый играет свою роль. Ну, мы все находимся в тонком мире, так или иначе. Оставим тогда этот вопрос. Ревер, закройте. Неправда, есть физический мир, где вы живете. Ну, да. Мы живем в матрице, живем в физическом мире и очень близко к вам. Но так высоко в космосе, я полагаю, как сейчас ты находишься, ты еще не был. Правильно? Я не ощущаю здесь перемен. Хорошо. Потому что здесь специальный климат, чтобы вам не было плохо. Вера, ревер закончился? Да. Устанали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Кристоп забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чисто. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли, возвращает Кристоп себя обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. На самом деле, Джин, ты с гуманоидом находишься очень близко, рядом с потоком Абсолюта. Это очень высоко. Но здесь такая климат, для того, чтобы и вам не было здесь плохо от этих высоких вибраций. Меня не пугают потоки Абсолюта. Мы с ними не пересекаемся. А я тебя не собирался пугать. Просто не каждый день Джин оказывается в потоке Абсолюта. Реверс закончился. Хорошо, начинаем вытаскивать. Что осталось? Здесь гуманоид. На твоей чистоте что-то еще осталось, что мы не вытащили, кроме этой голограммы? Чип. Есть у него. И не какая-то установка. Тебе выходить не надо или тебе надо выходить, чтобы вытащить ее? Не надо. Тогда вытаскивай эту установку, отключайся полностью, просканируй, чтобы ты просто в следующий раз находил ее. Он говорит, что это не установка, а подключка, уравновешивающая его, вот этот ограничитель. Как бы оно ни называлось. Я снял. И Джин, тебе точно выходить не надо, собирая, втягивая из себя всю свою энергию, всю свою пыль, все, что осталось, ничего не забывая. У него нет энергии, кроме этих наручников. Хорошо. Все-все убрали, даю команду на рассинхронизацию Кристопса с Джином и гуманоидом. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически, а также их подключиками. Включая внутренний белый свет Кристопс, этим светом выдавливает из себя все негативные патогены низкооперационные чужеродные, находящиеся в его биополе, остаточные энергии от интерферентовых подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним в шар. Шар вышел. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя, даю команду скейнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогая моей энергией отстегнуть Кристопсу, все каналы на счет 3-1-2-3, удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, каналы уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, Джин, у меня еще один вопрос остался к тебе. Скажи мне, как бы он мог избежать твоей подключки? Или у него вообще не было никаких шансов, работая в этой отрасли, избежать твоей подключки? Есть защиты, которых нам действительно неприятно, от которых мы отворачиваемся. Тот, кто работает в денежном потоке, знает об этих защитах. Топлотные золотые энергии. Видя их, мы понимаем, что человек знает больше и знает, как управлять золотыми потоками. Мне эта информация понятна. Больше мне к тебе вопросов нет, Джин. Ты пришел на свою чистоту. Ты готова уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистке Джина, и он уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готова. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли, у меня здесь гуманоид Сариона, 8 месяцев сидел с голограммой. Цель подключки – воровство биоматериала. Говорит, душу опасно отстегивать, а вот биоматериал всегда можно продать. Принимаем его и голограмм тоже забираем. Благодарю тебя. Готово.